В ноябрьске в рамках первенства России по мини-футболу среди любительских коллективов зона Западная Сибирь дружина «Газпромнефть» провела два очередных матча. На этот раз на своей площадке подопечные Марата Абжалимова экзаменовали команду Сургутского педагогического университета, который является аутсайдером в этой подгруппе. Болельщики ждали красивой, с обилием голов игры. Хорошего зрелища, чтобы болельщики отдохнули, чтобы на следующий матч, который пройдет не так долго, приготовились и точно так же пришли поболеть за нашу команду, за нашу победу. В первой встрече ноябрьцы с первых минут завладели инициативой, полностью контролировали ход матча и достаточно быстро добились комфортного отрыва в счете. Только положительное ощущение, эмоции. Команда очень дружная, очень сплоченная. И я думаю, что до этого мы показываем в данный момент такой результат. Мы все одно целое, делаем одно дело, поэтому тут нет отдельных игроков, футболистов. Это одна команда. Во втором тайме «Газпромнефть» уже играла в раскованный футбол, радуя своих поклонников обилием голов. Как результат – убедительная победа ноябрьцев 9-2. Впрочем, соперники не скрывали своих планов на воскресный реванш. Все зависит от тренера. Я думаю, тренер нашел недостатки соперника. Ну, попробуем их реализовать в свою пользу. Ну, тем более мы с дороги приехали вот 5 часов назад, меньше 5 часов назад. Уставшие ребята. Действительно, в начале второй встречи студенты сумели навязать борьбу своему более именитому сопернику, строго играя от обороны. И на перерыв команды ушли при счете 2-1 в пользу «Газпромнефти». Во втором тайме переполненные трибуны буквально погнали свою команду вперед, что тут же принесло свои результаты. В итоге «Газпромнефть» и во второй игре добивается крупной победы – 6-2. У нас любители футбола целый день сегодня смотрят прекрасные игры. И главное, что посмотрите, сколько мальчишек. Мы же хотим, чтобы они тоже пришли в наш футбол, занимались своим здоровьем. И приятно, да, приятно, что нас так здорово поддерживают. Таким образом, на сегодня «Газпромнефть» по потерянным очкам идет на первом месте. А свои следующие игры команда проведет также на домашней арене 9 и 10 марта. Соперником ноябрьцев станет Тюменский клуб «Газпромбанк». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Антон Владимиров. Новости нашего города.